Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа подробностей. 26 мая в Москве состоялась конференция деловой России, на которой приняли участие министры, а также президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. На этой конференции был Владимир Валентинович Маторжин, который сегодня у нас в гостях. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы хотели бы поговорить, во-первых, об итогах конференции. Какие вопросы обсуждались прежде всего на этом съезде? Во-первых, хочу сказать, что это не только был съезд деловой России, то есть конференция деловой России. И она знаковая, потому что проходила в День предпринимателя и была посвящена этому. Но туда приглашались также и представители других общественных организаций, которые занимаются развитием бизнеса в стране, а также исполнительную власть. Допустим, я там видел нашего министра промышленности, он участвовал. Ну и знаковый приезд президента на эту конференцию именно к деловой России показывает важность развития общественных отношений в области бизнеса. После революции 1991 года, очевидно, стало больше верующих, причем православных. Вернулись к своей вере, к своему пониманию, к мироощущению. Но при этом в этом сознании экономику никто не выбрасывает. Она должна развиваться, она должна давать условия стране развиваться. Мы не можем эксплуатировать только природные богатства. Хотя и этот, наверное, тоже неплохо. И об этом как раз говорилось на этой конференции. Знаете, очень простая ситуация. Вот сейчас у нас там кризис, давайте откажемся от иностранной продукции. Мы же должны поддерживать национального производителя. Вот в конкурсе на государственные закупки, если есть больше двух компаний, которые предлагают какой-то продукт, я не знаю, кресло, допустим, для государственных нужд, то туда не принимать иностранную организацию. Вы знаете, Владимир Владимирович очень отреагировал. И видно было, что это неподготовлено. Он думает и отвечает, и участвует в этом процессе. Он говорит, а почему? Тогда вы не будете конкурировать с западными компаниями. Это плохо. Наши компании должны быть на высоком международном уровне. Только тогда у нас будет экономика первостепенная. Зачем мы хотим оставаться вторыми? В этом случае вы будете между собой конкурировать там где-то. А вот с лучшими компаниями иностранными давайте конкурировать. Что их оттуда? Говорит, я против. И я с ним согласен. Это правильно. Это с точки зрения маркетинга очень хороший уровень создания вот этой настоящей конкуренции. Здоровый. Здоровый, да. Вот такое вообще внимание на государственном уровне, внимание главы государства к вопросам, к проблемам предпринимательства, наверное, о многом говорит. Это большой шаг в сторону развития предпринимательства в нашей стране. Ну, чиновникам нельзя разговаривать тет на тет с бизнесом, потому что тут же возникают частные интересы. Вот если это будет вестись через общественные организации, там где объединились, там где усреднились интересы, там где выработался общий посыл на развитие региона, на развитие экономики, там отрасли какой-то, тогда да, тогда чиновник начинает разговаривать. Причем этот разговор должен быть публичный. Об этом все должны знать и общество, жители должны контролировать эти процессы. Владимир Владимирович говорил о том, что да, у меня есть там и личные друзья, и личные бизнесмены. Это не значит, что я с ними не буду общаться. Конечно, буду общаться, но вести разговор о бизнесе – это только публично. Вы приводили цифры, процентное соотношение, статистика потенциальных предпринимателей в разных странах, в том числе в России. Проводили опросы выпускников школ, и всего менее трех процентов выпускников сегодня в России хотят быть предпринимателями. Приводился пример, что в Индии их 25% выпускников, которых хотят идти в бизнес и заниматься предпринимательством. В Америке – 32%. Не показатель, что это лучше. Но менее трех процентов – это, конечно, мало. И тут два вопроса. Первый вопрос – негативное отношение к бизнесу, как к частной экономике. Не все должно быть государственное. Там, где возникают частные интересы, есть ли вектор частного интереса такой же, как вектор у государства, это для него хорошо. Государственная структура – это чиновник, это человек, выполняющий определенные функции. Все описать на бумаге нельзя. Бизнесмен более гибок. Он быстро реагирует. Он действует более эффективно. Поэтому вот тут сращивание государственного и частного, частных капиталов, возможностей, интересов, оно, наверное, должно быть. Но оно должно быть вот в нужных государственных направлениях. Вот о чем шла речь. И тут, конечно, предложения, которые сформулировала «Деловая Россия» на своих круглых столах, в частности, и по кадровым вопросам, они сейчас, ну, насколько я вот с Сергеем вчера разговаривал, готовятся поручения президента по всем вопросам, которые обсуждались на этом форуме. То есть, чтобы в практике воплотить все эти предложения, реализовать. Вот, Владимир Валентинович, Вы, как автор учебников по маркетингу, как преподаватель, общаетесь со студентами, теми самыми потенциальными специалистами. Может быть, наблюдаются какие-то тенденции? Почему из-за такого количества студентов лишь малая часть позже становится предпринимателями? Вы знаете, во-первых, начнем со специалистов. У нас количество мест в вузах, по-моему, даже превышает количество выпускников школ. Это говорит о том, что все выпускники пойдут и будут учиться в высших учебных заведениях. А может быть, ему не надо это. Может быть, он будет хорошим, я не знаю, токарем. И он будет получать заработную плату гораздо выше заработной платы этого инженера. Вот на форуме приводил интересные данные тот же Сергей Недоросли. Показал маленький ролик. Сказал, вот машиностроительный завод наш. Вот девушка, молодая девчонка, которая работает фрезеровщиком. Сейчас станки с программным управлением. То есть там не требуется таскание деталей, там требуется интеллектуальный уровень. Она должна понимать, как работает программа, как работает станок. Там очень много инженерных вопросов высокого уровня. То есть проблема еще состоит в некотором роде в стереотипности мышления. Да, у нас, к сожалению, к бизнесу отношения достаточно негативные. И это понятно, потому что с точки зрения вот этой буржуазной революции, которую мы с вами пережили, отношения к бизнесу, что вот, там, захватчики, они там, ну, это нехорошие люди, которые, там, кого-то пытаются обмануть. На самом деле не так. Все предприниматели, если это нормальные предприниматели, они работают круглосуточно. Там нет отдыха. Там куча возможностей реализации своих, своего потенциала. Проблемы, которые они решают, они очень высокого уровня. Вы знаете, я был в декабре на встрече по поводу бизнес-инкубаторов. Туда приезжали англичане, американцы, немцы. Англичанка-профессор говорила. Я вот, вы знаете, мы в округе знаем всех предпринимателей, потому что они делают экономику, они дают рабочие места, они делают жизнь нашего округа хорошей, нормальной. И они у нас как поп-звезды. Мы их так же знаем и так же к ним относимся. Мы их любим, и они нас любят. И из-за этого у нас вот все хорошо развивается. К сожалению, в России этого нет, и что-то надо с этим делать. Вот на этом форуме Николай Левицкий, который вел круглый стол по формированию имиджек предпринимательства, рассказывал о том, что в Госдуме открыли выставку «История предпринимательства, русского предпринимательства». Пришел Зюганов туда, долго стоял около портрета Савва Морозова. Сказал, вот это хороший предприниматель. И Николай предложил Владимиру Владимировичу объявить год предпринимательства, следующий, чтобы поднять имидж, развить экономику страны. Это сейчас требуется и с политической, и с экономической точки зрения. И Владимир Владимирович пообещал, что, правда, он предложил, что надо бы сделать через год. Говорит, это было бы более статусно. Поэтому много таких разговоров. Вот очень интересно, когда идет диалог, когда чувствуешь человека, как он думает, как он отвечает. И мне очень понравилось, как Владимир Владимирович ориентируется в ситуацию. Он знает много моментов, которые ему не нарисовали на бумажке. Что он может ориентироваться так, как человек. Он хочет сделать страну очень конкурентоспособной, экономически сильной. И он пришел к бизнесу для того, чтобы бизнесмены помогли ему сделать страну сильной и богатой. Мы очень надеемся, что у Владимира Владимировича совместно с предпринимателями это получится. Спасибо дорогим зрителям за внимание. Спасибо, Владимир Валентинович. С вами была программа подробностей. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»